Всем привет, ребята! Сегодня я отправлюсь в город Котка через Хельсинки. Поехали! Сейчас все буду вам снимать и покажу! Ура! Котка находится достаточно далеко от Турку, примерно в четырех часах езды. Но я была вынуждена ехать через Хельсинки, соответственно, с первым делом я направилась именно туда. Поездка от Хельсинки до Котка займет всего два часа, поэтому можно что-то прикольное поделать. Ну что, ребята, я в Хельсинки! Ура! Ну вот, а потом еще следующее назначение у меня сегодня. После поезда я поменяла транспорт на автобус Onibus, который составил 10.90 евро за переезд из Хельсинки в Котка. 10.90, плюс еще в Араус Максу, что означает такая цена за то, что вы забронировали себе билет заранее. Имейте в виду! Ну все, ребята, я приехала в Ходку, сейчас пойдут девчонкам. А, ну так я могу его сюда поставить. А, да, за хавой, за хавой, ага. Ага. Так. Угу. Так, короче, мы затарились всяким капчиком, пивчиками прямо из Котка. И сейчас направляемся в наш постель. Е-эй! Ребята, какой же здесь стрит-арт офигительный! Вау! И там вдалеке еще один. Ребята, зацените! А-а-а, как круто! Этим хостелем владеет русская парочка. И это было достаточно неожиданно, но очень прикольно. Нам провели небольшую экскурсию по хостелю, показали все. И, в общем-то, в принципе, он соответствовал нашим ожиданиям. Хостель напоминал какой-то летний лагерь. Ну, а второе, то, что мы думали, это старый дом престарелых, который переделали в хостель. И, скорее всего, мы правы. В комнате находился даже холодильник, что для нас было очень важно, потому что мы хотели охладить наши пивчики. Необычно показалось то, что нужно было либо надевать бахилы внутри хостеля, либо снимать обувь. Это было, конечно же, в диковинку, вот эти бахилы, но мы поржали. Котка – это город на юге Финляндии, в провинции Кюмен-Лаксо. Расположен он на берегу Финского залива. А сам центр Котки расположен на острове. Это все соединено различными мостами. В первую очередь Котка – это город парков и также скульптур. Здесь вы можете видеть променад со скульптурами. Они здесь повсюду. Город Котка, кстати, по-фински дословно означает «орел». А вы знали, что Котка – это орел? После хостеля мы отправились гулять в парк Сапокка. По-фински он называется «сапокам веси пуисто». Веси вода – пуисто парк. Сапокка? Ну, можете думать, может быть, это сапок от русского слова, но давайте не будем спекулировать. В парке находится 20-метровый водопад, к которому специальным насосом накачивается вода аж за полкилометра из моря. Наверху находятся 20 скульптур – кибисяткоткат, каменные орлы. Эти орлы изображают финские различные камни, породы. В этом парке специально сохранены сосны и остальные деревья, но к ним также подсадили, например, рододендроны и другие сорты деревьев и кустов. Вообще весь парк очень облагоражен, очень все здорово посажено, все ухожено, и находятся также различные, как я уже сказала, памятники. Эмой Апоиканен – такой специальный памятник, который еще и украли в 2008 году, но в 2013 году ему вернули. В общем, ребята, да, такой интересный парк, колоритный и здоровский. А дятел остается, если мы будем... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ты не тратишься. А, ты не тратишься. Мини, а ты не тратишься. Какой ресторан сзади. И там музыка, там футболка. И танго играть. Просто ее место. Да, на ее место. А, действительно, да. А, что мне надо сказать. Да, сейчас я вниз опущу. Так, видно меня? Ну вот так, если я держу. Давай, вот так. В ту сторону надо тут неясно, где это, просто парковка какая-то. Ну да, 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 так. Ты тогда туда. Короче, что сейчас происходит? Мы, короче, сходили в отель, заселились туда. Казалось, что этот отель принадлежит каким-то русским чувакам, которые очень классно ухаживают здесь в отеле. Какая-то русская женщина поливала там цветы, все делала. Мужчина нас обслужил, показал, как работает вагнитная дверь. Сказал, как снять тапки. Показал, как надо носить бахилы. Оказалось, все очень просто. Вот. Очень все уютно. Только надеемся. Вот. Но потом мы пошли пешком, уже без самокатов и все такое. Мы пошли вот сюда на берег. Здесь просто шикарное место. Почему? Потому что, во-первых, мы здесь пообедали днем, но именно в вечернее время здесь открылся нам концерт. Концерт просто вот именно живой музыки. Я ее не слышала, ну, я не знаю, сколько лет. Может быть, полтора года. Я не знаю. Когда последний раз была вообще на концерте, в принципе. Вот. Какая-то такая искельная музыка какая-то. Шансон. Шансон, да. Вот. Все как бы в таком духе, но мы как бы пришли со своим пивчиком, потому что у нас все проплачено и уплачено. Вот. И это было очень выгодно. То есть мы получили хороший вид, много людей, какие-то собачоныши, свой пивчик. И вообще, шикарная, очень погода хорошая. Супер погода. Ну, не, огонь. Вот такие вот красавчики тут ходят. Клима. Вот такая вот замечательная атмосфера. А сейчас мы пойдем в Макдак, скорее всего. О, да. Да? Все. Все, пошли. А мы правильно идем? Нам сюда. Нет. Это монтирует велик. Ну, разве мы там не проходили, девчонки. Ну, монтирует велик. Ну, мы там шли. Нет. Раз, ну, мы через мост шли. Да, мы через мост шли. Это прям сто процентов. Потому что там вот эта речка, мы мимо нее проходили. Да, 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 сто процентов. Да, 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 все. Да, 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 все. А я прям шла, чтобы не пропустить. Не, 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 мы на нее смотрели, но мы как бы там же не шли. Сейчас у нас какая-то вся зала. Да, да, да. Короче, начался небольшой дождь, но он не мешает особо. Вот, я надела ужасные кроксы, но они классные. В них удобно, хорошо. Страшные крокодилы, но очень молодцы. Вот. Были мы, значит, в Макдаке. Отведали какой-то непонятной еды, но очень вкусный, очень вкусный. Кроме, все хорошо, кроме кокосового пиртеля. Кокосового пиртеля. Кокосового пиртеля. Просто отстой даже. Просто очень много сахара и очень много эссенции. Все. И мороженое. Ну, не факт. Ну, не факт, да. Просто как бы порошок детей. Просто с молоком. Скорее всего. Ну, да. Ну, в общем, мы, короче, посидели на лайтере. Я уже это все снимала. Конечно же. Вот. Но дождик идет. Нам, в принципе, типа долго идти, но поскольку мы уже здесь несколько раз ходили, мы сейчас быстро дойдем. Это 100%. Мы реально уже почти дома. Я это просто чувствую уже, что мы уже в кровати не живем. О, да. Да, то есть еще чуть-чуть, и мы уже около магазина. Да, 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 да. Кстати, я думала, что здесь уже речка. А, вот это море-речка. Оказывается, здесь только вот этот. Только пути, да, да, да. Я думала, что мы уже там, но нет. Ну, ладно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!